Депутат Барнаульской городской думы Сегодня бы с вами хотелось обсудить основные параметры бюджета краевой столицы. Расскажите, каковы у нас доходы, сколько расходов и какие приоритетные программы направления бюджета, бюджетирования города вы могли бы выделить? Ну, вы знаете, я бы хотела немножко начать с бюджета 2020 года, подвести такой определенный итог. Относительно того бюджета, который мы принимали в декабре прошлого года, он у нас подрос на 2 миллиарда. То есть вместо 14 миллиардов 248,1 миллионов рублей в этом году мы видим уже больше 16 миллиардов. К сожалению, основные источники дохода, это, конечно, налоги. Ну, не большую часть, а часть определенную мы в связи с коронавирусом потеряли. Также часть доходов, не надо забывать, что мы потеряли от сдачи имущества. Потому что летом было, как бы, сказано президентом Владимиру Владимировичем о том, чтобы пойти навстречу предпринимателям, пойти навстречу бизнесам. Мы понимаем, что это определенный час весов. Если здесь не пойти, то здесь мы еще потеряем больше. То есть была мера поддержки по предоставлению... Поддержки, в частности, здесь мы по определенным адекватным причинам потеряли на сдаче имущества. Но, тем не менее, это не помешало выполнить основные параметры. Это национальные проекты, безопасные и качественные дороги, это детские сады, это школы, это образование, заработная плата. В частности, она, кстати, увеличилась на чуть больше миллиарда. Поэтому основные социальные проекты в 2020 году мы закрыли. Бюджет, конечно, у нас получился социально ориентированным, но в связи с такой тяжелой ситуацией, я считаю, в принципе, это очень даже хорошо. Что это нормальная практика. Да, это нормальная практика, это очень хорошо. Согласно бюджету на... Кстати, вот еще хотела сказать. По поводу 2020 года. В этом году впервые администрации города Барнаула была реализована программа, муниципальная программа, подчеркну, по поддержке молодым семьям в улучшении жилищных условий. В этом году было выдано 28 сертификатов, из них 27 обычной семьи и одна многодетная семья. То есть в чем заключается программа? Одним из главных условий – это два года ты должен отстоять в федеральной программе. И как раз таки вот те люди, которые по достижению 35 лет выбывают из этой программы, они попадают в нашу муниципальную. И надо отдать должное, мы единственные, кто ввели эту программу. В Алтайском крае или в России в целом? В России в целом. То есть у нас сегодня есть муниципальная субсидия на покупку своего жилья? Да. Поэтому вот несмотря, опять же, на коронавирус, мы эту программу выполнили, на следующий год мы ее тоже оставили. Итак, бюджет 2021 года. Какие основные направления? Что самое важное, когда депутаты принимали бюджет, на что они обращали внимание больше всего? Ну, параметры по бюджету 2021 года – это доходы 15 миллиардов 517,8 миллионов рублей, расходы – это 16 миллиардов 239,6 миллионов рублей. Из них 67,1% – это на социальная сфера. Это 10,9 миллионов рублей. Это образование. Это и зарплата учителей, и педагогов. Да, и педагоги, и основное, и дополнительное образование – это все увеличено. Также у нас увеличили, основные приоритеты тоже сделаны. Это все-таки нацпроекты. Жилье и городская среда – это 715,9 миллиона рублей. Из них на переселение из ветхого и аварийного жилья – это 340,5 миллионов рублей. То есть, и хочу отметить, относительно прошлого года оно увеличено. То есть, мы продолжаем, с одной стороны, поддерживать социальную сферу и индексировать зарплаты, с другой стороны, мы не отстаем в рамках реализации национальных проектов. Это и комфортная городская среда, и переселение из ветхого и аварийного жилья, и безопасные качественные автомобили и дороги. Еще такой национальный проект очень важен сейчас и для Алтайского края – это демография. На нее тоже предусмотрен бюджет – 244 миллиона рублей. То есть, основные национальные проекты, мы их закрываем. Ну и также хотела бы сказать про наш проект. Это проект поддержки местных инициатив. Он реализуется у нас уже 4 года. В этом году подано 8 заявок. Это аналог как раз краевой программы поддержки местных инициатив? Да, да, конечно, это аналог. Он успешно и все 4 года реализуется. В этом году 8 заявок. Примерный бюджет – это где-то 10,4 миллиона рублей. И на додожное граждане активно подключаются, особенно пригород. Это заявки и на освещение улиц, и на ремонт дорог пригорода улиц, и на строительство детских площадок, на строительство спортивных площадок. То есть, вот эти маленькие объекты, которые очень необходимы пригородной части, но при этом они не закладываются в финансирование как раз-таки общегородское. Хочу вернуться к истории этого года, если мы говорим о бюджете. Очень много сейчас в преддверии Нового года как раз-таки идет различных слухов и новостей о строительстве снежных городков. Где-то критикуют мэрию, кто-то поддерживает. Вот вы, как представитель Барнаульской городской думы, можете ли пролить свет на эту историю? Все-таки детские городки для города Барнаула, вот эти ледовые городки, насколько они важны с точки зрения бюджетирования и на как они качественно у нас строятся? Ну да, здесь в последнюю неделю, конечно, много вопросов вокруг городка. Вы знаете, в этом году, да, было принято решение губернаторам о сокращении мероприятий. В этом плане администрация сократила бюджет, убрала вот все концертные, развлекательные программы. В плане строительства городка, вы знаете, вот увеличение произошло, конечно, за счет демонтажа установки елки. Увеличение расходов. Увеличение расходов. В принципе, это адекватно, да. И увеличение самое большое, конечно, о чем много говорят, это световое. Но это, знаете, это вот не как многие говорят, ой, мы поставили лампочки и так далее. Вы знаете, проанализируя прошлый контракт этот, в прошлом году подрядчик устанавливал лампочки, которые предоставлял заказчик. В этом году на плечи подрядчика возлагается уже, он сам должен заменить лампочек. Вы знаете, там, во-первых, и лампочки другого уже уровня закупаются, и, во-вторых, их количество больше. Если в прошлом году было поменено 50 патронов, то в этом году 150 уже патронов. 200, на 150 больше. Поэтому, вы знаете, изготавливается также 130 виньеток для проспекта Ленина. Только на эти виньетки идет 1,6 миллиона рублей. Ну и, вы знаете, в свете того, что у нас увеличиваются растяжки, у нас, знаете, городок, я бы сказала, будет более технологичным, более современным. Уже световое решение, понимаете. Подошло время поменять, и, как бы, я считаю, здесь целенаправленно уже, как бы, и логично поменять на что-то более новое, современное и так далее. Поэтому даже элементарно длина кабеля была 750 метров, станет больше 2000. То есть, такое… То есть, получается, что весь объем контракта, за счет чего он увеличился? Потому что мы применяем новые технологии. И новые технологии, и количество увеличивается, конечно, объем. А это необходимо, наверное, в связи с тем, что почему нам нужны сегодня такие городки, да, с одной стороны, не будет у нас детских праздников и утренников, но у жителей города же должна быть возможность. Нет, я здесь с вами абсолютно согласна. Должен быть праздник, и я не знаю, мне кажется, каждая семья за время вот этого существования городка, каждая семья, она посещает. Но, опять же, в рамках этого контракта тоже заготовление льда. Оно же идет не только для площади Сахара, оно идет для всех городков города Барнаула. Это и в районах, и, соответственно, на Молотоборской улице. Поэтому, я считаю, вот создание вот этого вот праздника, в первую очередь, для детей, горки, вот и елка, я считаю, ну, это обязательно необходимо, то, что мы должны сделать в свете вот данной ситуации. Еще один очень короткий вопрос, если можно там в одну-две минутки уложиться. Но, тем не менее, не могу не спросить, знаю, что у вас есть определенная гордость, проект, который реализовался в этом году при вашей поддержке, проекта издания сборника стихов. Расскажите, что за проект и каковы основные его задачи? Проект в этом году, да, был реализован еще в преддверии Дня Победы, но в связи с определенным ситуацией у нас не получилось его красиво реализовать. Презентовать? Презентовать, да. Этот проект, сборник стихов, называется «Память», написанный нашими членами Союза пенсионеров, 14 авторов. Стихи написаны со слов родителей, с переживания родителей, с переживания самих авторов. Это, как правило, дети после военного времени. Да, это, знаете, это еще уникальное издание не тем, что вот оно появилось, наши авторы написали. Это еще уникальное издание для нашего поколения в плане военно-патриотического воспитания. Поэтому данное издание, было принято решение, что они будут переданы в муниципальной библиотеке, края всем с библиотекой, 18 наших филиалов, в институты будут переданы, в музеи. То есть максимально расширить круг, чтобы люди ознакомились, потому что на самом деле очень интересно. Какой тираж удалось выпустить для того, чтобы действительно ознакомиться? 500 экземпляров. Они пойдут для того, чтобы дети и, соответственно, учителя читали стихи совместных авторов. А как вообще шла работа? Тяжело реализовывался этот проект или все-таки? Вы знаете, он реализовывался тяжело эмоционально. А в плане верстки и всего остального нет. Авторы подошли очень правильно, очень грамотно. Интуиция называется вот такое, скажем, отделение в Союзе пенсионеров. Они на самом деле пишут очень много книг. Часть из этих авторов издают сами. Ну, все участники проекта довольны, да, результатом? Все участники довольны. Спасибо большое, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. На этом у меня все. Смотрите телеканал Катунь24. Всего вам доброго.